привет друзья подписчики мои сегодня будет немножко необычное видео но вернее обычная но не совсем обычно первых сегодня я хочу для вас разыграть императора форнеуса но вернее я в кино в конкурс а разыграю моего ну как бы 31 числа по поводу блэйда этого соответственно ну как его выглядит смотрите в конце ролика это будет чуть попозже друзья я вообще не собирал записать подобное видео у меня было немножко другой ролик на сегодня но я прочитал все ваши комментарии по поводу нового вальтерка челзе во-первых если вам не нравится что я говорю валькирия или там чоу-зет волкрии ребят ну простите ну блин это прикольно мне кажется если мне нравится это говорю я буду стараться быть пореже как бы по-честному то есть я стараюсь к вам прислушиваться вы клёвые тыры-пыры вот касаемо того что мне написали что я докопался до докопался ребят извините я покупаю 2 за 2000 игрушку оригинал хочу увидеть нормальный оригинал мне приходит но вы знаете про его минус соответственно дальше я заказал его на алиэкспресс на алиэкспресс есть конечно китайский но это был такара томи у меня есть коробка я раскрывал на стриме даже сейчас наверное сейчас прям покажу в ролике я не планировал показывать сейчас сейчас покажу вот коробка от него такара томи коробка ребят бейблейд это не поделка поймите неважно где заказываю на алиэкспрессе на ebay неважно на каком сайте это оригинал здесь проблема вся идет а компания ну то есть как бы я понимаю но они идут тысячными тиражами соответственно и естественно что процент брака есть и вальтерок слабый касаемо ну короче коробку вы поняли она оригинальная открывал на стриме показывал кто не знает посмотрите ролик он называет стрим открываю чоу-зетт валкерика касаемо название чоу-зетт я говорю вам это не нравится можно говорить чоу-зетт какая блин разница камон это японский язык там совершенно вообще другие слова другие диалекты другие там глаголы ситоксис и прочее мне нравится говорить чоу-зетт валкерия почему нет что это плохого я не вижу ничего плохого дальше касаемо того что я называю вальтерка валькирией объясню для тех кто ребят в танке еще раз не один раз про это я думаю еще крик мы вернемся написано чоу-зетт валкерия зе-е-в то есть это валкерия это валькирия это перевод японского языка у хазбра такой блэйд уже ну будет называться вальтерк у хазбра бэй называется вальтерк есть много разных переводов я устал об этом всем рассказывать ну вы чё серьезно есть разные переводы есть вальтерк по идее это вальтерк в 5 то есть соответственно вот это у такара томи вининг валки у хазбра есть такой бы его вообще называется вандер вальтерк в 4 ну такое как бы вот и вот к этому на вопрос дальше касаемо того что я ну в блэйди ребят ну камон какой а ну ну вы серьезно у меня столько опыта побольше чем у некоторых из вас вот и соответственно просто из-за камеры из-за того что я в студии играю как бы один скоро это изменится друзья скоро в новом году будет новый формат ролика вам очень понравится на надеюсь вот соответственно мне пока ну так как бы особо здесь не разгуляешься в этой студии но скоро все изменится я все запускаю правильно и сейчас я записываю ролик надеюсь все вопросы потому что оригинальный раз просто такой попался на мне окей я пробомбил ну да он такой это раз по названию думаю я всем все объяснил да надеюсь что всем все понятно не ты мне больше не будет писать сотни комментариев что я там ну плохо играю неправильно называю вообще он крутой дальше теперь я объясню есть категория блэйдов соответственно которые очень трудно взорвать неважно кто играет супер вы профессионал бейблейда супер у вас волчок или что-то еще есть волчки которые в принципе невозможно взорвать но серьезно это сделать очень сложно возможно там запуском специальным или прям сильно ударить волчок и я не знаю склеить волчок но есть волчки которые волوں к примеру геркулес его невозможно взорвать просто никем до его можно открыть можно отбить в сторону но там улететь стареты уже заряжу возможно но поверьте мне вот этим блэдом касаемо того мне писали что ты 1 кто то пишет перед боем открывай крылья и то тут умира 2 что нет во время база крава начался то пишут что они не должны время во время боя открываться то невозможно ребята плейт я запускаю вот так крылья должны быть закрыты они открываются во время боев от боя от удара соперника и в конце там роликов прошлых там кучу раз вальтер открывался соответственно вот поэтому запускай я его с этой запускалки с оригинальный такара томиска с веревочной без разницы он вертится 40 секунд вы там не написали то что атакующие бы и так и должны крутиться согласен должны крутиться да я знаю что должны крутиться не очень много не атакующие но за это время он должен успеть разбить соперник все-таки пятое поколение к тому что я докопал что там по граммам у него что-то где-то как-то ну то что мало на грамм я считаю да что здесь могли бы понятное дело что это не суперзет системы понятное дело что у него меньше металла но все равно слушайте новый были должен быть я думаю тяжелее и круче в разы чем старый а этот не показывает себя классно он взрывает блейды из первого сезона второго взрывает на раз но у меня тут есть со второго соответственно blazer рагнарек второго у меня действительно не здесь и сприган реквием которых он не сможет зарвать сприган это потом мне напишет вон у тебя был с другим драйвером доплевать ой извиняюсь да какая разница каким он был драйвером кому-то ребят ну вы чё есть еще вайлд вайвернс 1 сезон которого он тоже не взорвёт сегодня есть размер лонгинус тоже второго сезона остальные у медисы ревайк феникс и линк валкере арчев геркулес баск скалибус и импера форнус а камон по имперу форнусу тоже там я видел кучу комментарии не кучу но были комментарии вроде неправильно называешь расскажу он в японском языке называется имперор форнелл да можно переводить как угодно император форнеллс императрический форнеллс как угодно и ребята камон это все одно и то же я же не называю допустим а вот это blazer рагнарек у такара томи и соответственно ракта ворчика 3 у хазбро я же не называю его допустим кирбеус вот сегодня буду драться кирбеус у думса я так не говорю просто у них раз название и как бы мне иногда приятно так иногда приятно так мне нравится больше сприган реквием и нравится легендарный сприган но с прайзом 1 2 мне нравится будет прайзом 1 2 думаю это вопрос я тоже закрыл касаемо пускал еще раз вернусь ребят смотрите неважно повторить какой запускалки я тестировал ролики посмотрите где я бомблю начал за этого алкере неважно сколько запускалки запускаются выкрут 40 секунд теперь касаемо комментариях бомбящих я дико бомбит касаемо наклонного запуска ребята поймите что мне пишут я король блэйда я всех валтерка выиграю не гони на вальтерка вальтерик поймите всегда вы признаете уже это что вальтерики и лонгинусы кстати очень и к скалибру тоже и ротоворчики и дунсайзеры очень слабые бейблэйды ну серьезно камон они всегда проигрывают всем они взрыва 1 вообще просто на раз по щелчку так как это она зараундители так и вальтерики просто по щелчку пальца взрываются ребят могут правда вот меня что долго болтаю но просто реально кипела мне пишут просто такие вещи неприятно мне особенно больше неприятно ребят что все это дело происходит с матом я для вас стараюсь снимаю ролики ежедневно поиск роликов день на разных каналах я веду для вас стримы я для вас разыгрываю все по-честному все пруфы то что я брэйн бэй отправлять летом есть вконтакте кстати отправил бэй который лос лонгинус голден рагуна со моим автографом а парень уже открыл на обзоре показал то есть все это есть ребят я для вас очень много стараюсь отвечаю вам вконтакте всем я лайкаю ваше сообщение как бы делюсь сами идеями я не запрещаю брать весь мой канал и берите пользуйтесь и для вас ребят дальше что ну поехали давайте покажу вам погнали я специально взял вот такую арену касаемо потом про арену напишите мне смотрите она для инфинити надо но она с вглублением то есть на ней они как раз играют очень хорошо давайте прям с первого начнем я причем запускал волки валькирии запускал я 2 то есть она по идее должна бы выиграть на запускал даже 2 она все равно проигрывала начнем с геркулеса и вашего любимого наклонного запуска так сейчас камеру опушу немножко пониже наклонный запуск друзья по вашим просьбам как мне это сделать вот так вот я должен быть ну давай поехали как вроде бы такой наклонный я даже запустил ее чуть позже вся суть претензии было к тому что он не взрывает блэйд понимаете что произошло ребята наклонный запуск сработал ничего себе и у нее открылись крыло одно крыло кстати открылась у нее ничего себе шок чоу-зет валкере победила арчера геркулеса теперь серьезно погнали наклонный запуск но уже ускоренный так и назову ролик чоу-зет валкере победила арчера геркулеса ну что и требовалось доказать переигрывать боя смысла абсолютно не вижу давайте дальше возьмем давайте возьмем кого императора фарнеуса погнали наклонный запуск не особо мне удобно наклонный запуск если проводить суть претензии да соответственно чтобы и под наклоном взрывает боесоперник но он не взрывает боесоперника ребята понимаете что не взрывает он и естественно что невыносливых не защитных боев он тоже выиграть не сможет ты и кружицу я в шоке ну ладно а может быть императора фарнеуса он и взорвал то есть этот полчаса бомбил бомбил оказалось что нужно было делать наклонный запуск вы серьезно ладно поехали еще раз ой это что произошло опять у меня что очередной фарнеус сломался что это или да да нет а то потом напишет то что вот взорвало император фарнеуса твой наш наш чё зэд вальтрек чё зэд вальтрек нормально чё зэд вальтрек круто поехали слушайте честно говоря неожиданно было что в последних минутах император на взорвался очень для меня это было неожиданно я прям даже ну с другой стороны наверное хорошо да что он взорвался потому что вы знаете что императором фарнеусом против чё чё зэд вальтрека очень играть опасно тоже видите вот сейчас проиграл то есть здесь умею не умею играть а император фарнеус равно чем давайте возьмем кого-нибудь другого а сейчас я запущу давайте-ка вот этого парня blazer рагнарёк сейчас проиграет любом случае но по остановке но он не взорвется поехали блин короче этой запускалки просто нереально запускать она у меня слетает с рук и и неважно ей не ей запускать я не знаю как вообще и я до маленькие блэйды запускать вот скорее всего сейчас рагнарёк проиграет но по остановке они по взрывному финише а тоже и камон касаемо взрывного финиша взрывной финиш 4 победы говорил об этом не один раз неважно как я называю так здесь окей давайте перекрутки запустим потому что этот для запускалка вылетела там сбилась скоростью вообще улетел меня есть так давайте тогда получается что последний бой на этой арене длинный ролик не хотел делать таким длинным но очень долго я разговаривал вынудили у меня поговорить сами о таких вещах я вообще думал на тему поднимать не будем смотрите по его чё за это вальтрек чё за твальтер останавливается я кстати думал что он будет выигрывать но как бы я думаю тут все понятно давайте уберем эту синюю арену поставьте вообще очень долгий ролик сегодня здесь сюда смотрите до конца потому что в конце досконка друзья не забывайте так он хорошо давайте дальше возьмем вообще блэйд из первого сезона вайлд выбран прокачены так и здесь наклонный запуск делать очень удобно она арена закрыта ну сейчас попробуем собственно даже вот блэйд ну это у меня блэйд вайлд вайлд мой самый первый блэйд о второй мэйблэйд от компании сан сити вот он прокачан на пружину него его вообще нереально взорвать ну вот можно только так сделать но это из-за того что я прям запустил четко в блэйд давайте еще раз то есть не в каждом бою ребят на серьезно чё за пол 3 не в каждом бою выигрывает ну и что у нас получается счет 21 то есть вот давайте попробуем против релай феникса сразить его поехали ну понятно все так друзья давайте смотрите мы поступим у нас уже сегодня вернее сейчас поиграли 5 волчков я думаю всем все понятно а но давайте мы сделаем следующим образом смотрите если хотите получить бэй импер оформил что нужно подписаться на мой канал самый лучший канал в мире бэйзон подписаться на канал брикзон на второй канал про конструктор лего поставить лайк этому видео и написать такой у вас любимый бэй в комментариях и 31 числа я этому парня разыграю подробные условия будут уже в посадку підписание соответственно но давайте мы наверное это пока все берет я а вечер для выложили сегодня ролик где соответственно я попытаюсь победить были тудаけатель или вот наверное екаль так еще раз на интер normal я розыграю 31 декабря повес wellbeing на на 2 канал bridge канал присоединиться на какие то которые Какой ваш любимый гей-бей? Вот, друзья, побомбил Думаю, что вы меня услышали Комментариев негативных больше не будет Особенно с матом Я просто всех вручную почистил Потому что, ну, ребят, так и дело не делается У меня на канале есть дети, взрослые несут Поэтому мата я не терплю Все, подписывайтесь на канал С вами был лучший блейдер, а неугомонный блейдер Я лучший ведущий, выпускаю, знаете, как лучший блейдер, а неугомонный ведущий Как-то так Всем пока-пока, всем удачи, смотрите ролики, которые будут следующими Пока-пока